Здравствуйте, меня зовут Мирица Еши, я студентка первого курса Горного университета. Мы вместе с друзьями представим вам роман Михаила Юрьевича Лермонтова, героин нашего времени. Офицер среднего роста, крепкого осложения, способный переносить свет трудностей качевой жизни и перемене климатов. Напобеждённый ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными. У меня слепительное чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека. Небрежной и ленивой походки, но с заметными размахами руками, которые верны признак некоторой скрытности характера. В моей улыбке что-то детское. Кожа имеет женскую ноту, волосы светлый цвет, но усы и брови чёрные, признак породы в человеке, как чёрная грива и чёрный хвост у белой лошади. Мои глаза не смеются, когда я смеюсь. Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. В общем, я очень не дурен. Я один из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским. Я юнкер Грушницкий. Ношу по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. У меня георгиевский солдатский крестик. Я хорошо сложенный, смуглый и черноволосый. Говорю скоро и вычурно, потому что я из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасно не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. А их эффект это наслаждение, потому что они просто нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость я стану либо мирным помещиком, либо пьяницей, может быть и тем, и другим. Я никогда не отвечаю на ваше возрождение. Я вас не слушаю. Только что вы остановитесь. Я начинаю длинную тираду, по видимости имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение моей собственной речи. Я слыву отличным храбрецом. Но меня не видели в деле. Я махаю шашкой, кричу и бросаюсь вперед, зажмуря глаза. Это не русская храбрость. Я – книжная мэрия. Одна из тех женщин, которые хотят, чтобы нас забавляли. Если две минуты с ряду не будут возле тебя спуск, ты погиб невозвратно. Твое умолчание должно возбуждать мое любопытство. Твой разговор никогда не удовлетворяет его вполнение. Ты должен тревожить меня ежеминутно. Если ты над мной не приобретаешь власть, то даже мой первый поцелуй, не дас тебе право на второй. Я с тобой не приобретаюся на доволе. Я с тобой не громак, но я живу, и на земле моей кому-нибудь любезно быть тем. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать? Душа моя окажется с душой его в сношении. И как нашел я друга в поколении, цитаты я найду в потомстве. Евгений Абрамович Баратинский КОНЕЦ 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 Продолжение следует...